Владимир Путин ушел на самоизоляцию, видимо, чтобы лично не присутствовать при триумфе его партии на выборы в Государственную Думу. Я считаю, он скромничает. Победа Единой России, это его победа. У депутатов от Единой России 324 мандата. Конституционное большинство с запасом. Хватило даже, чтобы пропустить в Думу новых людей. Пусть будут депутаты, которые говорят, что они на новенького и поэтому пока еще за все хорошее против всего плохого. Ничего, пара голосований и их будет не различить. Ну тут как с белыми кроссовками. Один раз надел, все, надо новые брать. Не беда, в 26-м году это уже решено. На выборы пойдет партия «Совсем новые люди» под лозунгом «Да здравствует Путин» и «Ну сколько можно одних и тех же?» Если, конечно, к тому времени этот лозунг не будет признан экстремистским. Ну не первый, конечно, который про Путина, а второй, который вообще не про Путина. Из самоизоляции Путин хвалит российских граждан за высокую явку. 51% явки выше 51% – это намного больше, чем 47% с небольшим процентов на прошлых выборов. Люди ответственно подходят к формированию парламента. В общем, выборы – это большой праздник. Помните, мы говорили, Кремлю нужна явка 50+, 55 за партию. Главное, чтобы больше, чем в прошлый раз, в 16-м. Ну, партия не добрала. Но явка даже важнее, потому что, как вы не голосуете, вы все равно голосуете за действующую власть. В этом, собственно, ничего нового нет. Начиная с 37-го и заканчивая 89-м годом, процент явки на выборах депутатов Верховного Совета всегда был не меньше 99,9. Есть к чему стремиться, хотя отдельные регионы уже вплотную приблизились к этой достойной цифре. На самом деле, 50-процентная явка на выборы в Думу, которой сегодня гордится власть, это гораздо меньше, чем в нулевых и тем более в 90-х. И тоже понятно, почему. Ну, зачем идти и голосовать, если это ничего не решает, ничего не меняет. Поэтому борьба за явку, причем за правильную явку, это сегодня для Кремля половина дела. А цель известна. 324 полученных Единой России мандата. Это 72% Государственной Думы, подавляющее большинство, сравнимое с рейтингом Путина в его лучшие годы и его же результатом на президентских выборах. И это практически столько же, сколько Единая Россия получила 5 лет назад. При том, что рейтинг партии за эти 5 лет упал больше, чем в полтора раза. В общем, чудеса политической харизмы от партии, с которой кандидаты при прочих равных предпочитают не связывать свое имя, потому что эта связь топит, а не помогает на выборах. А избиратель парадоксальным образом любит так, что с утра пятница встает в очередь, чтобы поскорее проголосовать. С утра в пятницу проснется, ой, мамочки родные, выборы начались, скорее бежим поддержать нашу любимую партию, разберут же к вечеру, нам не останется. Ну, как будто это не Единая Россия, а старт продаж новых айфонов. Вот очередь на голосование в Новосибирске. Вот Красноярск. Ну, сразу видно, что у людей праздник. Вот Тюмень. Тюменская область выполнила приказ по явке, требовали 47, перевалили за 50% уже к 3 часам дня воскресенья. А вот очереди в Москве. Хотя про Москву мы еще поговорим отдельно. На самом деле такие, но очень похожие выборы мы уже видели с вами год назад на голосовании по поправкам Конституции. Это такие выборы, такое голосование, где результат определяет заказчик. Вот верит Путин, что поправки Конституции поддержат абсолютное большинство российских граждан. Так и происходит. А потом оказывается, что это самое фальсифицированное голосование в российской истории. Почти половина голосов за поправки год назад фальсификат. Аномалия. Это вывод эксперта по электоральной статистике Сергея Шпилькина. Он тогда пришел к выводу, что без приписок и манипуляций реальный счет на табло был бы, ну, примерно 65 на 35 миллионов голосов в пользу поправок. Но не 78 на 22 миллиона, как в итоге насчитал Центризбирком, согласитесь, совсем другая история. Это уже не все за Путина, а очень много как раз и против. Ну, депутаты от Единой России, конечно, не путинские поправки. Им столько голосов не надо, много чести, но их победа сопоставима с достижениями поправок год назад. Тот же Сергей Шпилькин сегодня приходит к выводу, что Единой России добавили 14 миллионов голосов. Примерно. И это ровно та же половина от 28 миллионов голосов, которые партия Путина получила официально. На тех участках избирательных, которые не выделяются из общей массы, да, в средний уровень поддержки Единой России примерно 32 процента и средняя явка примерно 38. А все остальное добрано до официальных результатов, до официального результата Единой России в 50 процентов и явки 52. За счет участков, которые, ну вот, грубо говоря, отличаются от общего довольно плотного кластера, значительно в таком виде рассеянного хвоста. Рассеянный хвост — это вот этот зеленый хвост от кометы, центр ядра, который как раз приходится на указанные Шпилькиным значения — 32-33 процента поддержки, ну, Единой России при явке 38 процентов. Это и есть, по его оценке, относительно реальный результат при относительно реальной явке. Я напомню еще раз, как Шпилькин это делает. Он смотрит на отклонение так называемой гауссовой кривой, которая так или иначе верна для всех больших массивов данных. Если вы сто раз подбросите монетку и запишите результат, ну, сколько орлов выпало, сколько решек, потом проведете еще тысячу таких серий по стократному подбрасыванию монеток, потом нанесете результаты на график, где на горизонтале у вас будут соотношения орлов и решек от одной к девяносто девяти до девяносто девяти к одному, а по вертикали сколько раз эти соотношения выпадали, то получится ровный колокол с вершиной примерно в точке 50 на 50. Ну, может быть, будет 49 на 51, может быть, 48 на 52, но примерно там. А если у вас пик вдруг окажется в точке 80 решек на 20 орлов, то значит монетку не бросали, а просто клали на стол решкой вверх. И то же самое с явкой и голосованием. Если они честные, органические, то график явки и голосов за будет похож на колокол. У победителя колокол будет выше, у проигравшего ниже, но не может в реальной жизни везде быть так, что чем выше явка, чем больше пришло избирателей, тем охотнее они голосуют за какую-то конкретную партию, ну, то есть за единую Россию, должно быть относительно равномерное распределение. И такие относительно ровные колоколы есть даже на российских выборах. Вот результаты голосования по партспискам в Архангельской области. Ну да, подозрительный зеленый отросток на явке 53%. Да, абсолютно очевидный вброс на явке около 100%. Но в целом подсчет голосов прошел относительно честно. Официальные результаты выборов в Архангельской области, барабанная дробь, явка 41%, Единая Россия 32%. Практически совпадает с теми средними реальными цифрами, которые и называет Шпилькин. Или другой пример. Бабушкинский одномандатный округ в Москве. Тимофей Баженов, Единая Россия против Валерия Рашкина из КПРФ. Очень ровный бугорок. Значит, на участках считали честно. Ну, все, конечно, портит эта Останкинская башня справа, электронное голосование. Про него поговорим позже. А вот что дальше, говорит Шпилькин. Вот эта цифра официальной явки и официального результата Единой России, вот эта точка, если ее поставить на плоскости, явка и результат, находится нигде. Она находится в молоке. То есть таких участков, на которых был бы результат равный или близкий к среднему официальному, крайне мало. Что говорит Шпилькин? Вот наша зеленая комета Единой России. Тот же график, но только как бы вид сверху. Результаты всех партий по всем УИКам, почти по всем, нанесены на карту явка-результат. И вот официальный результат. 49,8 поддержка, явка 51%. Этот результат действительно почти в молоке. Зато, видите, к концу хвост снова начинает темнеть. Это те самые электоральные султанаты, где и явка за 80% и у Единой России за 70%. Вот та же картина «Вид сбоку». Общая кривая выборов в Думу по всей стране. Единая Россия стартует, как ровный колокол левой своей стенкой, а потом таким взъерошенным хвостом уходит в бок и встает боевой трубой. Ну, как у кота на охоте, пока хвосты у конкурентов безвольно падают вниз и тащатся по земле. Что делает Шпилькин? Он дорисовывает хвост Единой России в соотношении с конкурентами, им-то не приписывали, закрашенное пространство между двумя хвостами, правдоподобным и официальным, и есть объем манипуляций и фальсификата. У него получается 13 миллионов 800 тысяч аномальных голосов. Ну, за последние пару лет мы, на самом деле, уже научились понимать эти графики. И именно поэтому Центр Сберком закодировал данные по УИКам, чтобы нельзя было скопировать протоколы. Это временно, говорит Элла Памфилова, потому что на ЦИК идут беспрецедентные атаки. Она и Путину потом про эти атаки докладывала. Беспрецедентные были атаки. Было огромное беспрецедентное желание снести наши выборы, дискредитировать их. Мы вот сегодня обсуждали с коллегами такого уровня напора, интенсивность разного рода атак на наши все ресурсы, цифровые, не было никогда. Атаки беспрецедентные. ЦРУ и МИ-6 сбились с ног, выкачивая данные по Кабардино-Балкарии, где Единая Россия набрала 80% при явке 85%. Если бы не члены Центра сберкома в целом и лично Элла Александровна, они бы уже привели к власти Дмитрия Медведева, заставили бы его отрастить бороду, сказали бы всем, что это Николай II, а потом купили бы у него Якутию и Магаданскую область. «Дед мой продал Аляску, а я продаю Сибирь», сказал бы Медведев Басом. Как сказал на этой неделе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сегодня англичане хотят под новой вывеской Глобальной Британии старыми методами строить новую империю. Не выйдет, госпожа англичанка. Но вернемся к выборам. Как у кометы появляется пышный хвост, и почему старик Гаус переворачивается в гробу? Вот типичный пример. Два избирательных участка в Казани, 166 и 167. Соседние, расположенные по одному и тому же адресу, там даже вход один, и там живут одни и те же люди, соседи. И вот результаты. В 166 у ИКИ явка выше на 13%, Единая Россия получает вдвое больше, а коммунисты почти втрое меньше, чем в 167. То есть это либо вброс и рисование протоколов, либо просто рисование протоколов. Всесоюзный конкурс, рисуем выборы, выбираем будущее. Почему такая разница в результатах? Потому что на 167 у ИКИ были независимые наблюдатели, а на 166 их не было. На этом графике все избирательные участки Казани. Это ровное облако из синих пузырей, такие же, как 166. От 70 до 80% за Единую Россию. Очевидно, фальсифицированные итоги выборов. В этот четверг, на этой неделе, Казанский суд оштрафовал независимых наблюдателей, пишет газета «Коммерсант». Их обвинили в том, что они создавали помехи избирателям и другим членам УИК, провоцировали их, переписывали персональные данные избирателей. Представители оппозиции настаивают, что они выполняли свою работу и пытались обеспечить контроль за голосованием и подсчетом голосов. А претензии к ним называют надуманными. На одном из участков, где санкциям подверглись сразу три участника выборов, удалось победить КПРФ. Независимое наблюдение – центральный сюжет этих выборов. Не случайно ЦИК распорядился ограничить трансляции с избиркомов. Еще в мае, в том же Татарстане, начали готовить правильных наблюдателей. Это они во время подсчета голосов окружают членов комиссий. Вот так вот примерно это выглядит. То есть не примерно, а ровно так. Реальная фотография сделана на одном из казанских участков. То ли наблюдение, то ли охрана, то ли изгнание бесов, то ли наоборот рождение новых. В общем, мистический ритуал. Хотя до Хэллоуина еще целый месяц. А это репортаж с последнего заседания Центральной избирательной комиссии подводит итоги выборов по стране. Главное, так везде. Не только в Татарстане. Вот Центральная Россия, Тамбовская область. Поселок Дмитриевка, 50 километров от Тамбова. Явка от 33 до 42 процентов. За Единую Россию голосуют 32-35 процентов. В соседней поселке Явка от 65 до 95. Единой России в основном за 80. И скорее всего, дело в том, что в Дмитриевке были независимые наблюдатели. Там есть активисты, они протестуют против строительства мусорного полигона. А в соседних поселках их не было. А вот отрывок из видеоролика, который сделал оппозиционный кандидат депутата Вячеслав Чернов из Таштагола. Это Кемеровская область. Камера должна была включиться уже после голосования. Но кто-то включил ее утром в пятницу в начале трехдневки. А Чернову то ли сообщили, то ли он сам нашел. На этих записях много всего. Но вот инструкция членам комиссии по нейтрализации независимых наблюдателей. Вам надо инициировать, чтобы от избирателей от одного, от двух были замечания в письменной форме. Что нам не нравится, что тут бегают, там нас заглядывают. Кто-то может даже жалобу на нее написать. Избиратели. Я на будущее. Подготовьте таких избирателей. У нас же в любом случае есть свои избиратели. Заранее за стенами. Что у вас там? За стенами. Подготовьте там парочку в течение дня. Ха! Опытный член УИКа без пары другой избирателей на работу вообще не ходит. Потом административный протокол, суд. Но главное удалить с участка. Слушайте, я понимаю, у России особый путь. Ни у кого такого пути нет. Трудный очень путь. Непростой. Согласен. Никому он не нравится. Беспрецедентные атаки на нашу избирательную систему начались еще при Иване Грозном. Запад хочет поставить Россию на колени. Отобрать суверенитет. Навязать свои ценности. Наказать за собственную точку зрения. Я все это понимаю. Понимаю. Но объясните мне, почему? Почему, чтобы Россия крепла, мужала, шла бы своим путем, чтила свои традиции, гордилась своей историей, была бы сильной, независимой. Почему для этого надо подделывать результаты выборов и переписывать протоколы?